Одна из стран-членов НАТО может попросить Альянса защите предусмотренной пятой статьей Устава организации из-за гибридных атак со стороны России. Об этом журналистам на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник Североатлантического Альянса. Брюссель продолжит укреплять коллективную оборону и противостоять агрессии Кремля, заявил генеральный секретарь НАТО. Союзники принимают решительные меры, осуществляют аресты и проводят судебное разбирательство. Совместно мы активизируем защиту критической инфраструктуры, а также обмен информацией и разведданными. Действия России не помешают нам оказывать поддержку Украине в дальнейшем. Масштаб гибридных угроз настолько серьезен, что США впервые за последние десятилетия привели в состояние повышенной готовности военные базы в Европе. Ведь российские диверсии становятся все более наглыми и агрессивными, цитирует представителя НАТО телеканал CNN. Такого количества саботажей, террора и поджогов не было со времен Холодной войны, уверены в Альянсе. Разведданные, которые США получили за последние две недели, о которых ранее не сообщали, были сочтены достаточно тревожными, чтобы ввести дополнительные протоколы безопасности, сообщили источники. Несколько военных баз США в Европе повысили уровень готовности до состояния, которое применяется в случае инцидента или получения разведданных, указывающих на вероятность какой-либо формы террористических действий или нацеливания на персонал или объекты, согласно данным армии США. Из публикации на сайте CNN. Необходима долгосрочная стратегия противодействия и сдерживания агрессивных действий России. Мы наблюдаем скоординированную политику гибридной деятельности России по всей Европе. Все больше попыток уничтожить гражданскую инфраструктуру диверсий на объектах, связанных с поставками вооружений. В рамках нашей реакции нам нужно объединить усилия. Это не отдельное событие, а часть более широкой картины. И это означает, что у нас есть общее понимание угрозы, и нам также необходимо разоблачить эту деятельность публично. Помимо физического вреда, Кремль продолжает атаковать информационное и киберпространство союзников Киева. Специалисты Министерства юстиции США разоблачили российскую батаферму. Хакеры создавали фейковые аккаунты якобы американцы в соцсетях. Так они распространяли прокремлевские нарративы и критиковали поддержку Украины. В Вашингтоне считают, что к организации батаферм может быть причастен подсанкционный пропагандистский телеканал Russia Today. Министерство юстиции сорвало поддерживаемую российским правительством пропагандистскую кампанию с использованием искусственного интеллекта и батафермы для распространения дезинформации в Соединенных Штатах и за рубежом. Поскольку российское правительство продолжает вести жестокую войну против Украины и угрожает демократиям во всем мире, Министерство юстиции продолжит использовать все наши законные полномочия для противодействия российской агрессии и защиты американского народа. Мерик Брайан Гарланд, генеральный прокурор США. Из заявления на сайте Министерства юстиции США. В национальной разведке США считают Россию самой активной иностранной угрозой для выборов президента страны. Лариса Петрук для телеканала Freedom.